здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать на канале корзин сисадмина да надеюсь что вы хорошо отметили новый год и рождество христово и все замечательно живы здоровы вот так что полтора месяца воздержания и мы снова в лесу 30 января на дворе 2020 года в принципе все здорово выпал наконец-то снег как вы видите да вот такая вот у нас тут прелесть да и первая находка наверно уже в кадр попала ну первое более или менее съедобная до этого тортовички были я вам их обязательно покажу тортовичку и птичка как заливает здорово ну вот все таки вот до конец января уже почти почти февраль еще чуть-чуть осталось нам ждать друзья до следующего сезона и считайте месяц зим зимний да ну там марток стопорток вот все мелочи вот фламулин очку нашли как видите все хорошо она никуда не делась из леса голодных всех приглашаю в лес там под этой корой вот наверняка еще ее много так что еще у нас тут интересного не знаю брать не брать корзину даже сегодня не брал смотрите какой дуб шикарный просто огромный ну бывает побольше не спорю спалим вот может быть чуть-чуть на жареночку там наберем да и все главное погулять пар выпустить так сказать на работе не очень легко сейчас так что надо надо с природой общаться заряжаться зверушка пока не попадалось следы и собак видел подождите а что это у нас то на рост не пойму отсюда не видать тортовички вам виднее я думаю рассмотрю лучшим разрешение так ну что давайте посмотрим по булиночку нашу маленькая правда мелковата может несколько штучек возьмем так для почина да друзья и все что желаю нам всем хорошей прогулки может она короткая будет может длинная как нагуляемся таки поедем домой главное душеньку мы отводим с вами и отведем душеньку и домой правильно вот завтра на работу как всегда так что отдыхаем все дорогие мои рад вас еще раз приветствовать желаю вам приятной прогулки нам всем хорошей погодки снежочек идет не сильно мороза особо сильного нету тоже все здорово и замечательно все поехали в бой хорошего дня так пока что видны только собачьи следы не зверушки ничего иного живого видать и не слыхать не знаю может попадется что-то или кто-то давайте осмотримся так вот такая вот находочка попалась издалека было подумал что фламулинка подмерзшая потому такая бледненькая но нет тут ручки вот тайная от меня название коих надеюсь более сведущие специалисты расшифруют название этих красавцев трогать не будем ну тут вот молоденький совсем как-то так друзья ну что давайте еще чуть-чуть так подснимем надеюсь хорошо видно генофор виден ну тут и старенькие какие-то какие-то ну слушайте мягенькие для тортовичка ну так они разные конечно бывают кондиции ну да совсем прям мягенькие а эти не эти уже вот да помягче не знаю мороза такого прям очень сильного нету не думаю что мороз просто такая вот у него фактура не слишком твердая пока что наверное загрубеет задубеет впоследствии ну что поехали дальше друзья так далеко уйти мы не успели попалось нам еще несколько трудовичков очень красиво конечно это все выглядит потрясающе вот такая красота ну что пару снимочков для истории на фотоаппарат и продолжаем наш путь ну уже не зря съездили да да даже если бы ничего не нашли просто погулять и вырваться из города это то еще удовольствие трудовиков конечно любой вкус и цвет друзья такие какие то прям сплющенные на соседнем дереве на соседнем дереве тоже такие мы уже встречали я так понимаю постольше маленько помладше да покрепче да покрепче красота какая птички поют здорово так ну ладно продолжаем прогулочку ух ух в какие то дебри забрались о кто это у нас летел что ли дружочек трудится красавец красавец какой ну видите мы не одни в лесу ух работает трудяга ладно дружок давай счастливо а мы дальше продолжим так вот да хотел показать в дебри тут забрались посмотреть подлеск какой красивый еловый молоденький такой елечек ничего пробивается потихонечку несмотря на достаточно густой взрослый лес так что дятла не видать больше ну ладно попрощались мы с ним уже давайте продолжать наш путь снова да заячьих не вижу заячьих не вижу больше никаких собственно не человечих никаких даже когда станции топал никого и ничего хорошо вот так тут у нас стало быть где-то белочка трудилась да видите шишечку грызла грызла так а саму красотку не видать да может попадется хотелось бы зимней белочкой повидаться видите все что осталось от шишки ладно топаем дальше друзья ну вот еще фламмулинка попалась но уставшая уже такая вот грустная видите так что мы ее оставляем естественно в покое а проследуем лучше вот трутовичкам очередным сейчас проснимаем их вот красавчики какие так все я за фотоаппаратом попался вон фламмулинка еще на соседнем дереве и до нее сейчас доберемся ну вот она фламмулинка очередная не слишком бодрая прямо таки скажем вот это еще так вот пожарить еще вот такой вот можно в принципе процентов 50 из этого там наверное а остальное совсем такой вот уже пенсионеры вот ну значит есть все-таки грибочки что это у нас третья семейка ну если побродить если ты очень голоден то набрать можно я думаю не проблема совершенно вот но мы не голодные грибов у нас все еще более чем в достатке гуляем душеньку отводим вот красавица вот красавица ну что ж продолжаем путь еще немного трудовичков мы обнаружили ну крупные мощные такие так очередные трудовички друзья следующие люди да просветят нас каково им точно имя облепило прям плотненько тут уже старые какие-то друзья с вами обнаружили перекус дрожжалочка оранжевая замечательная дрожжалочка такая задубевшая правда нет у меня соль есть с собой но не буду пожалуй доставать сейчас очистим немножко от древесины будет нормально ваше здоровье друзья льдышка ну сейчас растает слопаем ну в общем на холоду не пропадешь в лесу так вот еще красивый мох еще пущок мха наряда красота так ну что перекусили нужно дальше трогаться в путь славно поет согласитесь привет мы тебе тоже рады так продолжение темы о тротовиках много много их достаточно немало такой старый уже не очень живой дуб не какие-то еще жизненные соки в нем есть судя по веточкам там с почками но его сейчас уже скоро пробьет так очередную рожицу повстречали корчит нам остаток березки недовольна какая-то мина по-моему либо удивленная мина ты что тут забыл дядя да вот ну ладно мы вас тревожить не будем ваше высочество продолжим наш путь встречал тут срезы чаги но видимо не все обобрали еще брать не брать никакого топора у меня нету крепко крепко сидит ребята еще тут голыми то руками конечно ловить нечего вот а грибным ножом это только испортим его ну ладно оставим поехали дальше ну вообще надо будет надо будет обязательно в следующем году надеюсь там как-то поподробнее поближе с ней познакомиться вот изучить еще более подробно вопрос какую там брать какую не брать да кстати господин Вишневский какую-то книжицу пишет о чаге вот может как раз и подоспеет она вот ну ладно все таки друзья как ни крутия выжить можно в лесу даже в зимнем но уже тяжелее съедобных грибов поменьше конечно попадается но вот очередная пламулиночка для жарки вполне пойдет птичка там не щебечит но это уже конечно только если ты совсем с голода умираешь вот все мы развернулись уже разворот на обратный ход выполнили ну еще как показывает практика это все равно час-два пока там зигзагами какими-то куда-то унесет еще в дебри а вот еще там надышаться хочется всегда так что так-то ходу тут я не знаю минут за 45 наверно можно быстрым шагом вот ну ладно супер есть грибочки есть прекрасная погода замечательный лес как не радоваться вот еще немножечко совсем старенькой но все же все все таки она попадается крошечная совсем погодка будет поблагоприятней все будет еще вот смотрите какой крохотуля а красавица лапочка просто ежели задумаете выбраться в лес то сапоги рекомендую вам все-таки повыше брать вот сугробы порой достаточно глубокие вот а вот такие вот невысокие сапожки они вот видите что происходит постоянно набивается вот вот мы люди подготовлены сменные и обувь и носочки у нас имеются но тем не менее если вдруг захочется душу отвести как мне то экипировку продумывайте хорошенечко либо берите запасные сменные вещи вот ну и ходить по лесу то есть вы не рассчитываете что сможете там да не думайте что вы сможете как обычно по десяти более часов тут по лесу ну может и сможете на пределе силы возможностей вот но тяжелее ходить то есть я не жалуюсь ничего не сетую все хорошо но не знаю часиков четыре пять более чем достаточно душеньку отвести правильно вот ну ладно продолжаем путь вдруг еще что-нибудь попадется потом уж и прощаться будет ну вот видите какое безобразие никто не собирает их и в итоге они естественным образом ой проваливаюсь простите друзья за тряску да естественным образом оканчивают свой цикл жизненный ну такие старенькие да ну а тут вообще еще раз смотрите то есть буквально буквально недельку две три назад тут можно было знатно поживиться а теперь вот такая картинка ну ладно галочка очередная фламулинка фламулинка ну состояние такое ну что поделать такое вот так ну человечих следов по-прежнему не видать но вот какая-то тут прям возня была собака собаки тут бегают все таки электричка но это не наше за часик надеюсь доберемся вот ладно что нам по тропам ходить через буреломчик вперед конечно же не зря мы в буреломчик этот пошли посмотрите какая прелесть как это дерево поваленное укрыло зеленую травку 30 января напоминаю чудеса здесь у нас кусок коры повис завис не долетел а там чуть поотдаль сдаётся мне я вижу фламулинку сейчас друзья никакие буреломы нам не страшны она недосягаема даже в прыжке ой с палочкой в общем как-то так фламулинка метров вот тут сейчас прикинул метров пять точно есть может быть даже повыше да не будем мы за ней прыгать это ещё кто-то суще ломает надеюсь не по мою душеньку ну вот видите буреломы буреломы эко ничего себе как выворотило ураганом наверное не видно чтобы мне сдаётся что это не молния хотя могло ударить шибануть и так что не загорелось бы дерево но скорее всего ураган ураган и там смотрите да тоже какие-то паразиты растут трутовички скорее всего отсюда плохо вижу ну что-то вот типа трутовиков знаю скорее всего трутовички так здорово здорово продолжаем выбираться может быть ещё кого постречаем так ну это тоже дубок вот преимущественно на дубах они всё-таки встречаются вот что у нас сувель какой-то да вроде сувель or not сувель that is the question топаем топаем всё-всё-всё надо прекращать то эдак ты никогда не выберешься какая-то очередная тропа а так я наверное а это не я а не этот пёсики собачки так ладно сейчас сориентируемся вот вот когда заходишь в эти бурелом всё полисло уже ориентиры начинаешь терять так ну вот это интересно что за индейское народное творчество либо это природа всё-таки так но поскольку это берёзка с какой-то такой уже потрескавшийся сильно корой видно фрагментами что это берёзка вот может бересту кто-то снял и вот таким образом дерево хотел какой-то посыл этому человечку оставить но символы нечитабельны так всё надо надо выходить а то сейчас галлюцинировать начнём чьи-то следы едва заметные лёгенькие лёгенькие обнаружил ну кто это белочки то вряд ли а ну хотя если занесло да замело ну думаешь-ка всё-таки вот предыдули сюда здесь ну а кто ещё да здесь она допустим оттолкнулась и вперёд ага а не исключено что даже в стволе этого дерева кто-то и живёт может и мышка конечно тогда так надеюсь мы тут никого не потревожили всё уходим совершенно полы внутри дерева видно надеюсь нет освещение правда не очень ну вот вот так видно всё не будем никого тревожить кто бы это ни был оставим покое чьи-то следы едва заметные лёгенькие лёгенькие обнаружил ну кто это белочка то вряд ли а ну хотя если занесло да замело не думаешь-ка всё-таки вот следы привели сюда да здесь ну а кто ещё да здесь она допустим оттолкнулась и вперёд ага не исключено что даже в стволе этого дерева кто-то и живёт может и мышка конечно так надеюсь мы тут никого не потревожили всё уходим совершенно полы внутри дерева всё не будем никого тревожить кто бы это ни был оставим в покое всё улетел это дерево ему не понравилось снова чьи-то следы нашли причём раз два дорожка три здесь правда как минимум два зверя проходило то есть и кто-то явно что-то рыскал что-то искал вокруг этого раздербаниного пня может они а метки могли ставить правильно территорию отмечать это моя поляна мой участок леса ну как вариант я думаю да вполне ну что же дорогие друзья прогулку считаю более чем успешной душеньку отвели пару выпустили открыли можно сказать сезон первая поездка в этом году да 30 января мы его открыли получается прекрасная погодка снежочек все просто превосходное замечательное грибы по грибам что грибы есть их гораздо меньше съедобных но встречается и дрожалка и зимняя опята фламулина бархатиста ножковая ну вот остальное все несъедобное там тортовики разных видов и мастей дважды дятла повстречали какие-то птички нам еще напевали песенку к сожалению не видел там где-то в кроне дерево на верхушке где-то вот располагался певец или певица вот спасибо вам огромное за компанию поздравляю вас поздравляю вас с открытием грибного сезона вот ну не знаю в феврале поедем не поедем но ежели душа захочет то поедем правильно вот так просто погулять отдохнуть вот как-то так все вам друзья наилучшего прекрасных эмоций позитива мира и добра в доме в душе гармонии всего самого-самого хорошего вот что-то засыпать меня начинает вот ваш покорный слуга вынужден откланяться до новых встреч всего вам самого хорошего до свидания пока-пока увидимся в этом году я надеюсь еще неоднократно все чао у меня у меня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok